Всем здравствуйте! Это история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее историю, дам свои комментарии. Вы тоже можете даст свои комментарии под видео. В общем, давайте приступим. Добрый день, Галина! Вот и моя очередь написать вам свою печальную историю. Приехала я от войны в Европу, познакомилась с парнем. Ему 28 лет, а мне 26. Он не знал русского вообще, хотя по национальности он литовец. Но за 7 месяцев наших встречаний он неплохо уже говорил. Как же красиво все начиналось. Он знал, что я пеженка. Всегда пытался чем-то помочь финансово, психологически. Мы ездили в разные места, куда нам хотелось. Он сразу сказал, что прилично зарабатывает и может позволить себе многое. Спустя 2 месяца от знакомства мы поехали к нему на родину. Он очень хотел познакомить меня с его друзьями, показать свой город, но еще и свои дела у него там были. В обществе друзей меня очень хвалил, что я очень заботливая хозяйка, я ласковая. Отца у него нет, с мамой в очень тяжелых отношениях. Считай, с 16 лет мама его выгнала с дома и он ночевал где угодно. Но молодец, выучился и начал работать. Мы жили все эти 6 месяцев в деревне. Из-за развлечений там был только один магазин. Выехать в город очень проблематично, нужно иметь свою машину. Конечно же, мой парень работал, у него была машина, так что для него это не проблема. Как я не пыталась найти работу, да еще и без знания языка ничего не получалось. Знаете, даже где там в деревне особо-то и работу тоже найдешь, правильно? Каждый день я сидела и ждала возвращения парня домой. В доме, в котором мы жили, я и мой парень, два его друга с Литвы, они все вместе ездили на работу. Приходя домой, парень всегда был в настроении, всегда пытался веселить, подбадривать. С пятого месяца все пошло по-другому. Он начал напоминать, что я должна больше убирать, пойти на работу. Ничего страшного, если это будет автобус с пересадками. В этот день он извинился за свое поведение после этого разговора. На шестой месяц, это как раз начался декабрь, приходил и говорил привет. И бежал к друзьям, и с ними начинал что-то обсуждать, играть в приставку и тому подобное. Да, я понимаю, что он устает от работы и нужно развлечься, но у меня как там и не было реакция ноль. Пыталась поговорить, то он начинал на ходу что-то придумывать, типа, ну не знаю, хорошо, я не знаю, хорошо русский, не могу разговаривать. Да, да, пять месяцев как-то общались, а тут он раз и резко все забыл, не может он общаться. Я начала делать, создавать скандалы, хотя я вообще не скандальный человек. Мы ругались, но потом он приходил на примирение и уделял вечер общения со мной, но потом все возвращалось обратно. Здесь я остановлюсь, вот они скандалы были для того, потому что он давал реакцию, он с вами мирился, потом возвращался и уделял вам время. Это на нас есть такой некий шантаж получалось. Сейчас я с ним поругаюсь, но это не то, что вы там запланированно, задуманно это делали. Так получалось, да. И как реакция обратная, он ко мне придет, даст мне возможность с ним пообщаться, в общем, даст мне внимание. Еще забыла добавить, он жуткий собственник, часто просил удалять каких-то друзей из моих соцсетей, настойчиво просил никому не отвечать, мужского пола, что в принципе я и делала. И он тоже типа не пишет, с девушками не общается вообще, потому что есть я. Я уже тогда заподозрила что-то неладное, решила залезть у него в ноутбук и посмотреть, а у него оказались скрытые переписки с девушками, но не любовные, а просто какое-то общение. Но меня смутило то, что он иногда одной девушке присылал то, что и мне, типа, как он пьет кофе на работе, не зная, зачем он это делал. Я в этот день психанула, собрала вещи, и когда он приехал домой, устроила допрос, на что он ответил, что это его подружки с Литвы, и что там ничего такого нет в переписках. Но я напомнила наш уговор о том, что мы не скрываем ничего друг от друга. Он сказал, что я пожалею, взял мои вещи, и мы поехали в другой город к моей тете. Всю дорогу он говорил, что я пожалею. Я сидела и молчала. Когда он меня привез, то сразу же уехал, но написал сообщение, типа, я бы подумала. Да-да, я это сделала, чтобы он хоть как-то обратил на меня свое внимание, а не только друзья у него были на уме. Через пару дней мы помирились. Я опять уехала к нему, но через какое-то время все продолжилось. Друзья были на первом плане. Еще я узнала от него, что они с другом общались обо мне, разговаривали. Мне нужно определиться с работой. Уеду ли я на родину к себе, или останусь я с ним жить. Конечно же, я отвечала, что буду всегда с ним, и что я сижу здесь ради него. Также еще одна история всплыла. То, что его бывшая также работала с ним. То, что с ней этот же друг тоже разговаривал. И она сказала, что не будет работать. После этого они расстались. И плюс она украла у него огромную сумму денег. Хотя я как-то увидела, что он с ней общался. Он признался, что это бывшая. Но быстро ее заблокировал, удалил приписку. Осталось так субурно написано, что я, читая, пытаюсь логику еще при этом простроить. И отчуда ему предложили работу в другой стране. Я так обрадовалась. Во-первых, это был город. Во-вторых, квартире. Мы только вдвоем будем с ним жить без друзей. Вот мы переехали. Он продолжал ходить на работу. Я ходила днем по магазинам. Покупала за свои деньги ему подарки и себе одежду. Но я заметила, что он начал очень быть экономным. И уже покупал продукты, те, которые ему нравятся. Объясняя тем, что он копит деньги нам на новую квартиру, чтобы арендовать ее после этого проекта. Так как проект был всего на три месяца, естественно, я не наглела, ничего не требовала от него. Так и прошло еще три недели нашего проживания с ним в этой квартире. Из них мы каждые выходные ездили, опять же, к его друзьям на старую квартиру, хоть это в 200 километров от нас. И они просто там общались. Я сидела и ждала. Они все общаются между собой на литовском. Этот язык мне не знаком. С работы он приходил вечно с хорошим настроением. Каждый день говорил то, что любит меня, чтобы я его никогда не бросала. Но при этом он продолжал часами с друзьями говорить по телефону, не обращая на меня внимания и никак уже не реагируя на это. Я решила опять уехать к тете. Но без скандалов отдохнуть как бы. Да и он сказал, что нужно друг от друга отдыхать периодически. Вот мы поехали домой. В дороге очень много говорили о планах на жизнь, о любви друг к другу. Хотя я уже сидела и знала, что не вернусь к нему, скорее всего. Мне нужны нормальные отношения. Он вернулся обратно домой без меня. Несколько раз позвонил и говорил, что скучает. Но следующие три дня уже не так активно звонил и говорил, что очень устает. Хотя на мои сообщения сразу же отвечал. И вот на четвертый день от нашей разлуки он мне вечером написал, что спать идет, так как устал. Но спустя два часа я его наблюдала в онлайне и решила проверить его друзей. Что я увидела? То, что он добавил украинскую девушку к себе в друзья. И они друг на друга подписались. Я у него спросила, почему добавил украинскую девушку к друзья. А он ответил, что я смешная. И спросил, если хочешь бросить, то делай это до конца тогда. И он написал, что идет спать. Я была в шоке. И отписалась от него. Но на следующий день он убрал статус, что у него есть девушка, то есть я. А потом подписалась еще к другим девушкам. А одна из них была его бывшей. Вопрос. Вопрос. Как думаете, что я сделала неправильно? Почему мужчины вот так подло поступают? Сначала клянутся в любви, потом пропадают. И как так могла пройти быстро его любовь? Наверное, ее не было. Вот в чем дело. Я вам сейчас немножко обрисую, что могло быть. Предположить, да. Причины того, что это все закончилось. Но ваши вопросы конкретные, они, знаете, такие общего характера. Почему мужчины так поступают? Так еще и женщины поступают. И старики, и дети тоже так умеют поступать. Главная была бы ситуация. Давайте не будем к лимите говорить, что только мужчины делают. Так все делать могут. Дело, вопрос в том, что почему человек так поступает. И неважно, какого он пола, там, не знаю, национальности и так далее. Ой, смотрите. Признаки, как вы описываете своего бывшего уже молодого человека. Это то, что он не зрел. Он реально молодой человек. У него явные проблемы с контактом с мамой. Как вы об этом написали, папы не было мамой. Вообще он скитался на улице, жил непонятно каким образом. На кого-то там выучился, начал работать. Но у него явные проблемы. То есть у него есть, назовем так, стязания, некие желания, скучания по семье и семейственности, про отношения. Он любви хочет, отношений хочет, семьи, возможно, хочет. Но он морально к этому не готов, не зрел. Он ребенок. Он застрял в своем, там, не знаю, подростковом возрасте, там, а-ля 15-20 лет. Хоть ему, там, мы просто написали в начале, да, там, 28 вроде, или 26, вам ему 28, но ему не 28 лет. Ему гораздо меньше, там, а-ля, там, 17 лет. Поэтому для него друзья, они были в его жизни еще для вас, они ему важны. Он с ними, они заменили ему, назовем так, семью. У него интересы на этот возраст поиграть в приставочку, с друзьями пообщаться и так далее. Вот он реально вот такой, как есть. Конечно, он вам себя позиционировал взрослым, семейным, вместе живет. Очень много ответственности за вас взял. Он очень много показал действиями, как взрослый себя человек. Он хочет быть искренне, скорее всего, таким, стремится быть таким, но до конца таким не является. Он вас не обманывал, чтобы, там, не знаю, затащить куда-то, что-то с этого иметь или еще что-то. Ну, что-то иметь вы ему готовили, ему удобно, приятно, ощущение семьи, да, чего с мамой не было в детстве, о нем не заботились, ему не готовили, а его там только ругали, обижали каким-то образом, что-то плохое говорили. Он это компенсировал себе. Но по итогу, когда он попробовал, потестировал, прошло 6 месяцев, он понял, что он этого не хочет. Он не хочет такой жизни, он не хочет до конца брать ответственность. Он еще хочет в детстве побыть, поиграть в PlayStation с друзьями, потусоваться. Он готов даже к ним ехать за 200 километров. Они для него очень важны. А вы его, друзья, отлучали, фукали, бегали, говорили, что давай мне внимание и так далее. Он как бы манипуляции ваши срабатывали, он ввелся, с вами ругался, потом мирился, давал вам внимание на какой-то короткий промежуток времени, потом эти промежутки стали уменьшаться. Ваши отношения, они сами себя изжили за этот период времени, как вот начались у вас конфликты. Он уже стал чувствовать, что он сомневается. Он просто как травмированный мужчина, человек, травмированный в плане семьи и прочего, вам трудно расставаться, он не мог взять на себя эту ответственность до конца, скажем так, поставить точку. Поэтому позволено было вашим отношениям себя и жить, испортиться, поругаться и так далее. И открою секрет, когда он вас увозил к тете, не только вы думали о том, что вы уже к нему не вернете, вам нужно что-то нормальное, он, скорее всего, тоже думал об этом. Или он это почувствовал и понял, как ему хорошо одному, что ему не сверлят уши, что друзья у него плохие и вам нужно от него внимание. Когда он остался один в квартире, отдохнул и понял, о, блин, а так было еще полгода назад, пока я с девушкой своей жить не начал, ему, короче, все еще, он еще ребенок, он еще хочет вот этой самостоятельности и так далее. Либо ему нужна девушка, и он хочет найти себе отношения, он заинтересован в общении, поэтому добавляет, подписывает он в поисках. Ему нужна девушка, которая его примет таким, какой он ест, с его друзьями, с его интересами, с его требованием выходить на работу и так далее, и так далее, и так далее. То есть он себе ищет другого человека, который будет его любить, принимать таким, какой он есть, с его незрелой личностью. Вам нужно другого, у вас вообще изначально запросы немножко разные были. Вам нужен был серьезный спасатель, который вас спасет, будет вашей опорой, надежным и так далее. Любовь будет, я имею в виду, он будет говорить о любви, что вы чувствовали себя защищенно. Я не про финансовое что-то, я про моральное говорю, да. Он этого тоже хотел в тот момент, вы как бы скушали вот эту начинку, повелись на него, и он сам так хотел, да. Но в ходе, в процессе сплыли факторы, которые мне понравились. И это не то, что охладило его чувства. Они остались где-то на том же уровне, но они не углубились, и вы не срослись, не породнились до конца чувства, не развились. То есть продвижения в отношениях не было. Было окей, хорошо, хорошо, потому что стопорнулись. А стопорнулись, потому что они дальше не начали, не развивались они. Стали в тот момент, вот вы там по датам расписывали, столько-то месяцев, столько-то недель. Вот отмотайте до самого начала тот момент, когда вам изначально стало, скажем так, некомфортно в отношениях. Когда он начал говорить про работу, помните? Вот это те моменты, вот он начал видеть в ваших разговорах с вами, в общении. Он начал понимать, что это немножко не то, что он хотел. Какие-то требования у него появились, поведение какое-то другое. То есть у него какая-то там, допустим, маска спала с лица, с глаз его, прозрел он или еще как-то. Или он сам понял, что он еще не готов полностью всю ответственность за вас брать. Для него это слишком тяжело и так далее, в общем. И вы начали в тот момент тоже себя по-другому вести, требовать внимания, пилить где-то его, про друзей его и так далее. Ждали там, ну, можно сказать, я не рукалась по друзей, я ему ничего не говорила. Я покорно сидела, ждала, когда в PlayStation поиграет, мы поедем домой, когда уже переехали, да. Но он же видит, с каким лицом вы сидите, да. Вот так можно сидеть, типа, ну когда же это уже закончится, да. Или можно как-то там с улыбочкой общаясь, понимаете, да. То есть не обязательно об этом говорить, чувствовать можно. В общем, вот такой там затык пошел в отношениях. То есть если вы меня спрашиваете, как не допустить подобных ошибок, не вступать в такие отношения. Вообще просто начинать отношения, принимать человека таким, какой он есть комплекс. Если вам в нем что-то не нравится, вы начали отношения какие-то, общаетесь, и вы в нем узнаете, что вам не нравится, не продолжайте, пожалуйста, это общение. Не морочите голову ни себе, ни партнеру вашему. Если вас что-то в отношениях не устраивает, вы это проговариваете, находите компромисс. Компромисса нет, он невозможен. Нет никаких сторон, в общем, договориться не можете с партнером. Заканчивайте отношения, пока они не затянулись, и так далее, и так далее. Не усложняйте, короче, ни себе, ни другому человеку. Это не нужно делать. Вам проще найти кого-нибудь другого, кто к вам будет больше подходить. Не держитесь. Потому что вы тратите время, потом вот с какими-то разрушенными мечтами, ощущениями и так далее находитесь. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Спасибо, что написали письмо. Кто хочет, чтобы ваша история от Анонима была зачитана, я на нее ответила публично на канале, на почту. Она в инфобоксе под видео. Присылайте вашу историю, заголовок письма, история от Анонима. Если кому-то нужна моя персональная консультация, психологическая тема письма, консультация, подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылочка тоже в описании. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok